приветствую друзья сегодня у меня будет обзор с операми этот сорт винограда мне нравится из красных больше всех потому что не очень тонинное легкое ягодное интересное вино получается из этого сорта винограда и так чувствую место на котором сижу что это два хороших вина первое это грузия асканели мукузани 1 2 вино это сапирави с вот такая бутылочка интересная ну хорошо сейчас я налью пусть они немножко подышат а потом поговорим про все остальные сапирави которые у меня которые я собрал на этом столе открываем с м пристает открывать не хочется не хочет ну ладно откроем его все равно вот таким образом саев купил по скидке за 790 рублей в одном магазине не буду видеть каком это очень дорогой магазин так все дорого это такая случайная скидка я на нее попал прессованную пробку вижу насколько знаю это вино с выдерживалась дубе 6 месяцев так есть хорошо 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 пробочку сюда обычная прессованная пробка бокальчик сюда налью сейчас пускай немножко подышит цвет конечно сапирави хороший ставим сюда асканели бразерс асканели 1880 году оказывается основана эта компания алюминиевый колпачок хорошо тоже вроде прессованная пробка с бутылка тяжелая такая мощная это конечно полегче бутылка купил это в вино я за 900 рублей каком-то магазине малоизвестном это это была скидка даже до сходство есть вот такая асканели прессованная брендированная пробка хорошо сюда я тоже наливаю пускай постоит легенькая такая бутылочка цвет каким должен быть сапирави хорошо все это интересно и так мои любимые сапирави это топ моих любимых сапирави грузинской сапирави у меня это то что я смог купить ну и то что я решил так сказать сохранить это картоли вази вот такая бутылка я уже показывал сапирави будушурика хетия грузия очень интересный сапирави это шато мухрани вот такой сапирави прекрасный сапирави эти просто решил пускай полежат у меня тамада очень классный у них муку за они был сапирави тоже неплохой вот такая бутылочка это в воду я покупал волкотеки это я тоже купил волкотеки а эту я купил не помню по моему в каком-то другом магазине хорошо что у нас из крымских крымских российских это был недавно обзор у меня отличное вино это два сердца сапирави крымское вино шато тамань из алкотеки шестнадцатый год тоже мне очень нравится этот сапирави был на него обзор на этот был обзор на этот был обзор вот на вот этот был обзор все вина проверены все вина очень интересно это у нас усадьба перовских в квевре классическим грузинским методом сделано очень хороший сапирави вот такой простой сапирави да такой кстати за 850 вот это сейчас волкотеки я купил за 650 скидка на него эту тоже за 650 купил пока были скидки я покупаю вина по скидкам вот инкерман без выдержки без ничего молодое вино 440 рублей купил ее и вот эритаж тоже инкерман но это пинануар но такая серия где сапирави я что-то не нашел у себя не знаю где-то засунул тоже очень хорошо ну нравится мне вот эта серия эритаж не все конечно сапирави что здесь здесь которые мне нравятся но самые 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 более менее недорогие и оптимальные варианты я у себя держу хорошо читаем мы теперь эссе сапирави хэвен эссе 21 год крым российское вино згу крым сухое красное сапирави хэвен эссе изготовлена из винограда в крыму тролливали 6 месяцев выдержано в дубе 225 литровых бочках алкоголь у нас 14 13 14 21 год урожая и дата розлива 30 06 22 года хорошо хорошо сюда и нет не сюда вот сюда и здесь у нас асканели что у нас интересно про асканели старая компания 1880 году муку за не 20 год урожай вино сортовой выдержанная сухой красная страна и место происхождения града грузия кахетия урожай 20 год регион муку за ним хорошо алкоголь у нас 13 выдержка в бочках ну муку за не выдерживается год в бочках насколько я знаю алкоголь 13 и дата розлива 15 07 22 года скорее всего хорошо очень хорошо ставим ее сюда интересно конечно какой но будет лучше а может быть и два будут хороших и так сц начнем с сц или нет давайте начнем с муку за нец с классического так сказать ну что начнем с обеих муку за не конечно немножко будут посветлее насыщенный цвет ничего не скажешь но довольно таки прозрачные хорошо сц более плотный насыщенный темный пурпурный такой цвет ладно пусть будет так асканели аромат первый нос еще раз слива ежевика дерево чувствуется пряности какие-то черный перец хорошо хорошо так с 1 нос нос и практически одинаковые то же самое то же самое ваниль чернослив более тонкий аромат интересный конечно хорошие ароматы похожи на все вина такие саперави типичные асканели ну да черный перец пряности все это здесь присутствует кожа до сц одинаковые ароматы одинаковые никакой особо не уделяется еще надо отметить запах граната что здесь что здесь сюда поставлю ну хорошо боевая пока боевая ничья пробуем макузане асканели вперед неплохо неплохо очень хорошо хорошая кислотность макитонина макитонины чувствуется немножко недоспелый такой вот гранат гранатовый сок немножко недоспелая вишня не переспелая вот такая хорошая вишня кисленькая да слива ежевика хороший неплохо неплохо легкое такое в принципе неплохое вино в принципе но не самый лучший макузане который я пробовал хорошо итак крым эссе поехали поехали немножко поплотнее вино понасыщенней мягкие танины средняя кислотность хороший баланс вино довольно таки округлое также чувствуется у нас вишня слива гранат дуб хорошо очень хорошо все таки интуиция меня не подвела два вина хороших вполне себе вполне себе да типичный ягодный фруктово-ягодный сеперави тут они немножко по заборски будут немножечко среднепродолжительное послевкусие дерево чувствуется табак кожа хорошо хорошо мне нравится это вино неплохое вполне себе но не самое лучшее что я до этого пробовал если честно вот это вино допустим последнее вот еще у меня будет намного интереснее всех вот этих двух вместе взятых да легкие танины даже корица какая-то присутствует дуб ваниль в общем и целое два вина практически одинаковых практически больших отличий нету типичные сапирави фруктово-ягодные хорошие интересные пить можно и покупать и пить и советовать в общем и целом выпуск удался никакое вино я выливать не буду все эти вина будут мной ну не только мной выпиты на этом все ребята пишем комментарии подписываемся до свидания пока